Если ты сам не отдаешь, ну, вселенная придумает, как у тебя забрать. Мы еще ничего не пили. Вы что хотите сказать? Что можно вот так вот начать жить, как ты хочешь, и мир подстроится? Чтобы понять, у кого больше, надо просто взять линейку. Как же мы не можем не поговорить про секс? А можно таких интервью побольше? А секс – это хорошая терапия. Вот оно, преимущество возраста! Я совершенно забыла, о чем подкаст. Куда ты меня зовешь? У меня адрес есть, время есть, я, честно, приехала вовремя. И смотрю, в какое я попал пространство. Я офигеваю, конечно, ну, вот это да, вот это атмосфера. О чем тут можно говорить? Совершенно понятно, что тут невозможно стандарты какие-то, стандартные истории вещать. Я, кстати, честно говоря, вообще не понимаю, почему я приняла свое приглашение. Потому что я не знаю почему. Но что-то было, видимо, в нем такое, что меня подкупило. Потому что, конечно, меня сейчас разрывают просто, начиная там с февраля месяца. Я не могу вот просто физически давать такое количество интервью, на которые меня зовут. Я знаю. Я думала, что вообще не прочитаешь мое сообщение. А, видимо, в нем было что-то нестандартное. Я же на самом деле это очень люблю. Я люблю разговаривать, там, думать. Мне интересно с хорошими людьми. Меня бесит, когда меня спрашивают одно и то же. Я могу сказать, что я написала, но, может быть, мы это вырежем, потому что это секрет. Я написала, что, Татьяна, я тоже недавно рассталась. И у меня тоже два сына, как и у вас. Давайте поговорим об этом. Возможно, да. Еще, наверное, меня слово IT подкупило. Потому что я искренне люблю айтишников. Прям люблю их. У меня прям есть опыт очень разного общения с ними. Начиная с личных отношений и заканчивая, что я же бизнес-тренером работала 15 лет на минуточку. И как бизнес-тренер я была любимой тренера айтишников. Любимой. Они меня обожали, потому что я как-нибудь... Ты нас понимаешь. Ты тот психолог, который говорит, вам не надо любить клиентов. Это такая же технология, как все остальное. А как ты думала, почему ты хорошо понимаешь айтишников? Как почему? Во-первых, потому что я закончила физмат-школу и вообще инженер по своему складу так воспитывалась. И у меня такое квадратное гнездовое мышление присутствует. Потому что я безумный романтик совершенно. Но это прям есть. Меня научили и выразили в этой системе. А во-вторых, потому что я из всех психологий выбрала нейролингвистическое программирование. Тоже именно поэтому самое инженерное направление у всех. Ну тут сейчас выбежал бык с красной тряпкой. И сказал, а наупи. И все-таки, ой, с чем мы сейчас открючем? В принципе, к теории системы, она же возникла. У нее было два направления. Первое, из которой вывезли компьютеры, планшеты и вот это вот все. А второе, это была психологическая как раз история. Как написать программу для робота, чтобы он принимал решение. Схология для робота. Ну конечно, потому что ему надо решение принимать. Ему надо человек как человек. Никто до этого не задумывался. Ну вот ты прям сейчас на тебе микроэксперимент хочешь? Вот пожалуйста. Возможно, ты недавно что-нибудь выбирала себе, там, не знаю, какой-нибудь продукты какие-нибудь, которые качественные и некачественные. Есть такие у тебя? Я выбирала из двух машин. Господи. Ну это сложно. Нет, наоборот, пикантно получится. Хорошо. Ну давай, вот какие качества хорошие в мужчинах, в мужчинах и не очень. Хорошие. Прям по перечисляй мне прям. Хорошая, надежная, чувственность, открытость. Плохие, нестабильность в психике и неуверенность в себе. И вот смотри, вот прям сейчас, пока ты рассказывал, твои жесты делали следующее. Значит у тебя был... Да, да, да. А я просто рассказывал, что ты научишься. У тебя есть на самом деле курсор, мышка, просто она у тебя в жестах. Ты говоришь, вот есть вот такие вот у тебя здесь. Вот есть такие вот качества хорошие. А вот есть вот эта вот нестабильность. Да, да. Вот. Значит у тебя внутри, оказывается, есть две папки. Ага, хорошее, плохое. Прикинь, и ты туда все это раскладываешь автоматически, не зная об этом. Вот возьмем какое-нибудь качество, допустим, пока непонятное. Ну, например, к примеру, работа в компании АБЦ. Мы не знаем, что это за компания. Вообще она пока нигде не лежит. Да. Вот положи. Человек работает в компании АБЦ. Положи-ка вот в эту папку сначала. Мысленно. И заметь отношение своего к этому человеку, к компании. Вот эмоционально. Прямо самая лучшая компания. Мы вообще про нее не знаем. А теперь возьми вот сюда, переложи. Нет. Что-то очень мастерно. И вот самое смешное, что мы не репетировали. Ну, ты сейчас, конечно, это наигрывал немножечко. Я такая гипермоциональная на самом деле. Ну, и слава богу. Но это так работает. И вот смотри теперь, что зачем нужно нервить гистическое программирование. Потому что, как в стишке и пирожке. На самом деле, очень просто на этом свете люди жить. Вы просто правила не читали. Нажали сразу, а игре, как обычно. А я, например, видела, как один раз на переговорах прекрасно совершенно пьем убил просто напрочь свою компанию. Проджект менеджер. А то вы не знаете, что это на всякий случай. Да ладно. Вот. Да. Проджект менеджер убил напрочь свою компанию просто вот такими жестами. Потому что он все время говорил, чтобы, ну, понимаете, у его собеседника он прям заранее сказал, что, вы знаете, есть вот куча всякого дерьма. А вот как разная компания, одна днева, который вообще непрофессионал, и он прям вот в это место в пространстве эту папку положил, да, и говорит, вот они прям все, я вообще ненавижу вот эти вот эти вот эти вот эти вот пять названий там назвал, мы с ними работали, это все плохо. Вы что, такие же, тот говорит, нет, что вы, мы вообще другие, мы другим, мы, ну, смотрите, у нас вот такой вот, и он, значит, казалось бы он словами говорил все правильно, но вот этот жест его погубил, кто-то сказал, ну, понятно, и все, вот даже слушать его не стал. Ему не поверят. Ему не поверят, а тот говорит, ну, что я не так сказала, я же сказал все по скриптам, я сказал все по презентации, а потому что этот фактор вообще никто не брал в расчет. И как программисты, например, айтишники, понимают, что то, что на мониторе отображается, и то, как написан код, это вообще не одно и то же. Я знаю, да. Конечно, и вот нейролингвистическое программирование, оно про вот эти коды, за что пугали нейролингвистическими программированиями? Что они манипуляторы. манипулятор что значит манипуляторы ну что это значит если мы будем переводить с какого с латыни ману с рукам манипулятор ручное управление да они стремятся управлять тем чем управлять не принято а теперь представь что вот всякие там пикапи да люди которые нас используют ради себя поэтому я и говорю что это надо обучать всех чтобы вы другие люди тоже окажется ты сейчас собираешься вот это сделать ну но ничего тебя не выйдет я все вижу это очень смешно когда это очень смешно потому что по-хорошему но вот так пикапер это очень грубый инструмент на прямую бы это всегда с гаечным ключом подходит к компьютеру шоу надо работать понял ну да но если ты знаешь и не слушай работает если он симпатичный на пусть работа пусть он думает это шутка есть такая как понять это мужчина тебя трахнул или ты мужчина как это такие мужики я поздравляю что у вас больше всего сейчас у нас тут как понять это ты трахнул девушка или девушка тебя очень просто если на ней во время первого секса комплект белья из одного пили из одного комплекта то она тебя трахнуть все просто ли что я внесу какой кошмар я же серьезный психолог класс вот так вот девочки каперами симпатичная разрешаем нет там просто вопрос что дальше ну да и вот собственно вопрос зачем чтобы что это как раз уже в айтишников даже минуты потому что мы программисты т.з. без внятного т.з. результат хз ну вот то есть я сейчас почувствовал что мы вообще колени я аналитик все время старая чему бы что и ты тоже так я шкури мышка граниста все я же говорю почему я обожаю я почему обожаю эти шника почему я согласилась на этот интервью потому что можно наконец поговорить на другом языке но при а вот не люблю очень это мало кто его понимает летом мы с компанией эдюсон сняли курс по аналитике данных могу сказать что это очень интересная область деятельности потому что я провела в ней целых десять лет и помимо того что там можно зарабатывать огромные деньги гораздо больше ста тысяч это просто интерес и надо сказать что для меня аналитика данных это способ контакта с реальностью познания людей собственно ради этого я туда и шла когда я работала аналитика могла проводить на рабочие часы просто сутки напролет потому что для меня в этом было очень много романтики познания мира в общем возможно вы подумаете что я говорю какие-то непонятные вещи а вот для этого регистрируйтесь по ссылке в описании узнайте поподробнее о чем курс о чем профессия кстати говоря на этом курсе есть кураторы которые будут вести вас в течение года помогут трудоустройством а еще мы собственно я тоже участвовал в создании курса сделали вот так что он понятен любому человеку неважно какое у вас образование бэкграунд даже сложные темы и статистики мы рассказали так что они кажутся вкусными и понятными любому человеку еще вы напишите свой код на питоне и научитесь считать корреляцию на экселе а еще меня для вас есть промокод на скидку 10 процентов от айтих акс часть книга на миссия потрясающий книг которая не знаю меня в свое время так и зуми немножко досталось там братья давали и наслаждаться вот всем рекомендую есть аудиоформат я ее причем рекомендовал своим коллегам и не кто гривена татьяна это же просто открытие вот аудиоформат он еще хорош тем что это до фига энергии закачал я сама начитала и не начитывала прямо рассказывал книгу то супер вот я люблю я предлагаю прям взять нежно брать давайте наслаждаться и вот по кусочкам разобрать начнем с брать так вот когда вы начнут брать ты говорила в интервью и в книге кажется идея в том что брать она основана на том что мы сюда приходим в этот мир уже справа на все ну что хочется и вот иногда бывает так что не знаю там классная работа в твою жизнь приходит а кто это мечтал это нам опять же отношениями нам лучше лучше но потом все в этом мире рано или поздно как заканчивается на ну ну да в процессе так устроено что мы же не можем вечно быть на пике и вот когда ты падаешь с очень большой горочки но когда вы лично у меня бывает так что очень тяжело падать делать моменты думаю нет ли кредита какого-то у вселенной в этот момент что ты разрешаешься взять слишком много потому что я со своим воспитанием так мысли и так мыслят многие мы себе не разрешаем много взять что потом было не больно падать так подождите я прям вижу кучу логических дыр до технарь вам не возмущен я вообще не понятая причина следственная связь значит то что существует пике и горки это ну хорошо допустим твоя модель в жизни говорит что мы так устроены ну окей пусть будет пике горки это само собой так бывает всегда хорошо что-то кончается до процессы конечно мы все мы в общем когда-нибудь умрем в общем то что жизнь конечно кстати это очень сильный мотиватора для чего-то наконец сделать невозможно откладывать уже теперь значит на тему того что высоких горах больно падать с высоких горах больно падать и запятая если ты об этом не знаешь и не подготовился потому что я знаю кучу народа которые платят бешеные бабки чтобы поехать на высокую горку и скатиться с нее на лыжах на сноуборде на тюбинге каком-нибудь на болиде если ты об этом знаешь надо просто быть готовым к этому потому что вот это каждый раз у как внезапно кончился диван о как внезапно пришла зима что-нибудь еще это не работает это значит что ты не мыслишь системно ты понимаешь что у тебя есть там подъемы и спадать и надо подготовиться теперь значит на тему братья и соответственно плата за это ты все равно не можешь взять больше чем твой объем вместилище ты все равно больше не возьмешь но как вдох например ты делаешь вдох ну давай сделаем вдохнуть еще 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 прямо по максимум какой-то мое поступать потому что но слишком большой объем не не получится больше чем объем твоих легких по-любому и если ты хочешь брать больше значит задача тогда надо вот этим размером чувстве лище как говорит станиславский работает там над размером можности антоном нефедовым придумали это слово да сколько тебе можно вот над этим ты начинаешь работать но дальше смотри за любым вдохом наступает выдох почему ты говоришь мне больно падать потому что ты не ну ты же сама не инициируешь этого как правило она сама отбирают они ты сама отдаешь почему брать давайте наслаждаться потому что ты взял у тебя есть что отдать это после этого задачи твоя отдать тогда у тебя снова вот этот вот процесс дыхания происходит потому что если ты сам не отдаешь ну вселенная придумает как у тебя разобрать это правда вот хоть раз вы сказали своим программистам спасибо за то что мне так все хорошо работает ну нет же обычно какого хрена мне подвольте мне вот это не хрена вот тут заметно встречать человек с политиками тоже и вот когда я говорю отдавать например ты же тоже есть старый закон маркетинга что там о каком-то плохом случае в кафе рассказывают сто человека хорошего ну вот тебе что-то нравится ну скажи спасибо за это человеку скажи компании спасибо напиши в отзыв на сайт компании которая сделала для тебя классный компьютер и классный красотки держал что очень много вернулся когда ты сказал о том что когда мы что-то теряем это больно в этот момент так как немножко повернул и говоришь а ты начни давай благодарить спасибо это очень откликнул потому что я спорю свою крайнюю там одну из крайних терапии когда в итоге мой тихо у меня спрашивают романтической ситуации вот сейчас присутся находясь ты бы что сказал там этому человеку я понимаю что мне хочется сказать спасибо ну то есть это на самом деле очень естественно не просто что чтобы не было больно мы как бы в себя решаем сказать спасибо и поэтому не больно когда хочет может меня мучена трудно это может масса причин которым нам больно больно может быть еще одна программистская история не из них так давнего моего прошлого у меня близкий человек тоже ну собственно программисты 2 дня сидел просто вообще в зеленые весь искал ошибку в коде вы думаете часть его работы у вас просто просто вообще совершенно я периодически так вот и как он пошлет искренне шок те все красные ли пока вот так я ничего не понимаю что нам нужно но могу понять о чем это в какой-то момент он и по ура зеленая нашел игру ура там успех победа что и он не пишет ответ сообщение слышь и мы что это он говорит это слышим я в курсе а ты не что еще написано в смысле в этом было дело лишний слышь сколько-то там миллионов строк назад ближний слышь зачем я сейчас тебе эту историю рассказываю вот тебе может быть больно потому что в возрасте там 7 лет у тебя как-то лишний слэш там затиснулся твою программу и теперь каждый раз подобную ситуацию кстати полно такого например человек начал писать там вдохновенные стихи а ему сказали что фу это вообще отвратительно ты вообще там типа не маяковский и вообще не берись за это не твое и с тех пор он никогда в жизни больше стихов не писал и мало того не только стихов а и сочинений вообще ничего творчества потому что каждый раз колоссальная для него будет мнение я лучше вообще туда не пойду меня обожали просто айтишные компании я вам во многих айтишных компаний яндекс и кстати я тоже проводила тренинги ровно за то что я говорил не надо прям вот вот это вот любить клетки нел не в этом дело в том что тебе надо понимать где ты находишься и есть четкие конкретные совершенные механизмы с помощью которых ты можешь стать лучше для клиента как бы установить с ним лучшее отношение ритры или исправить вот те которые накосячили для тебя уж например если ты знаешь что есть типологии людей есть люди власти люди отношения люди технологии это очень грубая типология но по крайней мере ты хоть как-то можешь ориентироваться и друг другу коллеги передай слушаем там технолог поэтому надо вот это вот это вот это вот это вот я ну все понятно и это классно вот мне нравилось приходить настраивать в компаниях эту систему заражать прекрасных айтишников которые не любят людей в кого чем бояться скорее по разным причинам до заражать их идеи что тут тоже интересная игрушечка в которой интересно поиграть и в которой куча ресурсов куча драйва куча приколов именно от того что получается именно того что как у стругацких там мерлин и спрашивали мерлин там у стругацких в понедельник начинается субботу заведу заведовал отделом погоды какие стоят погоды его спрашиваю погоды стоят предсказаны вот когда ты понимаешь что погода стоят предсказаны ты вот заранее просчитал что будет примерно такая реакция ура все получил ну весело же это нас появилось церемониальное какао и поскольку она все узнаю что это так вот я не знаю сейчас расскажу как татьяна уже спросила пока у наши замечательные операторы все переделывали собственно о чем это это какао без сахара это не какао порошок это вот просто молотый какао бобы растопленные в растопленное в кокосовом молоке и говорят что это действует так же как какие-то вещества на человека каннабиоин так волнительного блея после этого наш интервью явно изменится поэтому теперь вы точно должны переключить я начну по доске и забывать вопрос мы уже смеемся поэтому еще ничего не пьешь сейчас попробуем провести какао церемонию не я не татьяна ни разу не правильно но мы сейчас для вас вместе просто импровизации проведем в общем нужно приложить какао к солнечному сплетению и вдохнуть просто вдохнуть воздух и выдохнуть все плохое может быть напряжение которое мы сейчас ощущаем явно сделать первый глоток с благодарностью тем фермерам которые для нас вырастили эти бабы второй глоток я предлагаю тебе какую-то благодарность объявить я уже конечно узел значит пусть это будет за замедление чтобы успеть мы чтобы програли пробрать и продавать есть третья часть наслаждаться чтобы наслаждаться надо иногда замедляться делать паузы для того чтобы успевать заметить что-то если ты целый день едешь допустим ты в машине пассажиром в телефоне ты вообще не видишь что вокруг вчера такое случилось удивление я вчера ехала такси чтобы успеть написать ними я очень удивилась когда я вылезла из такси округом снег а вот кстати вопрос над этим надо вот ты говорила там про блогеров психологов и так далее но фотошопить будем или не будем реальность вот если мы будем фотошопит реальность она сейчас все вытереть это сделать вид что мы такие все приличные ничего такого никаких какао никаких чё там не было я думаю стоит фотошопит реальность мы тогда не будем вытянуть да тогда мой следующий тост из какого собственно за то чтобы не фотошопить реальности за татьяну который не фотошопит реальность в своем блоге потому что он очень честный не фотошопит реальность окажется что после какао на губах у любого нормального человека остаются следы еще на языке и на зубах это нормально иногда мне кстати народ пишет странные вещи ну понятно тот кто хочет нашу это реально питание у вас такие жуткие родинки на лице я могу вам дать контакты хорошего хирурга который поможет вам от них избавиться зачем ну смысле потому что вам невыносимо на это смотреть не смотрите закройте глаза некоторые фотографы тоже прям фотошопит мне страшно убирать сроки ну-ка верните на место здрасте это моя фамильная вообще вообще это у нас у всех у дедушки у мамы у меня у моих детей вы хотите меня лишить по принадлежности к роду замечательная какая идея мне не нравится я ходила сама без психотерапевт после развода и поняла что над психотерапевт сменить после одного странного случая когда она мне сказала это не нужно месяца четыре прошло на другая таль а вот ваша фамилия мужицкого что за фамилию вас такая я подумал я честно пошла в такой вид психотерапии который не знаю чтобы честным клиенту это но это фамилия моего отца она готова мне кажется неблагозвучная фамилия вот не хотели бы вы ее сменить ну какая-то она грубая вот фамилия ваша мама какая-то волошинка у бабушки левин под возьмите фамилию левин я хочу сказать какой же таковы правы психолог вот это так вот это вот фотошопная история она про то что давайте вы приведете себя какому-то стандарту который мне нравится реальность она такая слушай я живу вот так вот мой тост за право быть собой классе за то чтобы позволить себе быть собой а другим быть другими что тоже ты не обязан всем нравится даже рубль и доллара нравится уже далеко не всем раньше говорить о не рубль что все нравится сейчас мне уже много кому мне нравится сидят сложно да ты вообще не обязан но всегда есть те кому ты с большей вероятностью понравишься именно потому что настройки программы такие а есть кому с меньшим и слава богу так выпьем зато целевая аудитория как говорит совпадала с нашим таргетом вот недавно ты написала пост в инстаграме который меня очень трагер ну потому что он как-то откликался с тем опытом которая проживала он про то что со мной что-то не так это ощущение на у нас у девочка навсегда такой я либо слишком худая либо слишком полная либо у меня там короткие волосы либо длинный вот все время многие такие да и да да грудь господи кошмар это самое страшное тех у кого есть она слишком неудобно и у тех его нет слишком нет это капец да у меня не обычно нет но когда у меня были дети на молоке я она у меня появилась и оказалось что тоже я хочу поговорить о том что ты предложила собственно в этом посте ты говоришь о том что появился у тебя опыт когда некий мужчина давай давай начну сначала расскажу странно и было бы столько да и ты просто говорил о том что действительно у меня было своеобразно самооценка и когда ну такой же женщины изначально там да и мужчины тоже не слишком в себе уверены потому что всегда они себя оценивают чьи-то глаз чьими-то глазами и почему-то очень часто и триггерит ровно то когда тебе значимый для тебя человек на который ты вот так смотришь наш ну тебе бы надо похудеть потому что ну все капец ничего не будет потому что там вот я на слишком толстая и вот такая вот история случается очень часто но в особенно в раннем возрасте это в подростковом пубертате когда человек вдруг о себе вот такое начинает мнение ян то я считал что я дико толстая когда-то мне было начиная с 11 лет мне просто сформировалась рано и я смотрю на свои там юные фотографии я была вообще берлин монро и вот эта вот история пытаться себя значит сравнить со стандартом не в свою пользу каждый раз приводит к тому что ты делаешь какую-то колоссальную работу над собой на идеал недостижим а история была которую я написала когда внезапно я ее поймала не так давно ты же после какого-то расставания тоже очень болезненно какая-то была история что-то все там все было не так и и никак не могло там никуда прийти там все время какие-то были колебания там да но но нет иди сюда иди отсюда это очень выматывающая штука всегда и это я не тоже хочу кого-то обвинить это я играла в эту игру то есть никаких вопросов нет человеку нет это почему-то это зачем-то мне это было надо видимо но важно было другое потом вдруг но в какой-то момент я вдруг условно там проведя два дня совершенно прекрасный мужчиной просто прекрасно совершенно проснулась и подруг я поняла что я себе очень нравлюсь в зеркале вдруг и я пони почувствовал это станет что со мной все в порядке и мне кажется что это очень важное такое состояние для человека я потом еще был с летом серии было постов следующий поздно как есть солнечные часы где такой столбик от которого свет падает и размечены соответственно там деление до часов и минут вот и если он не на месте стоит то естественно он криво время показывает и вот прям очень важно его на место поставить вернуть себе точку отсчета если представить что со мной изначально вообще-то все в порядке это очень сложно это очень сложно может быть но может быть наоборот очень просто потому что тогда ты начинаешь понимать что если со мной все в порядке изначально то тогда относительно себя я могу организовывать это пространство как-то мне недавно тут человек писал мне что же люди пишут огромные телеги сообщения очень интересны написал значит сообщение что вот там отвратительной компании в которой я работаю там начальники вообще запрещают я хочу быть женщиной они там требуют чтобы я носила одежду унисекс там потому что там дресс-код туда-сюда там нельзя там чет нас прослушка тут игра зачем такие не ужасные я говорю ну зачем вы в этой компании работа только не все компании такие игры нет существуют компании в которых можно быть женщиной вполне наоборот где нельзя не быть женщиной где вообще вот это мало того говорю если вообще можно свою компанию организовать со своими правилами где будет так как ты хочешь можешь вообще сидеть дома вообще в трусах и работать изначально там был фрилансом никто очень не будет знать как ты выглядишь никогда смотря что ты хочешь в смысле вы хотите сказать что я могу организовать свое же такое возмущение бы выход вы что хотите сказать что можно вот так вот начать жить как ты хочешь и мире подстроиться это ну вообще-то да человек после этой стал мне писать я подозреваю что отписался наверное даже я не знаю но или пошел делать все-таки может быть дай бог если так ты звучишь так как будто бы личность очень сильно определяется социумом ну это действительно так личность определяется социум именно личности определяется социум душа не это личная здесь получается если мне плохо если за плохо чувствуете чувствую себя уничтожить вот этот популярный посмотри если я плохо чувствую то скорее всего у меня болит голова ну да а если я себя плохо чувствую потому что плата потому что у меня синдром самозванца и так далее надо срочно искать линейку и находить где у нее центр отчет относить ничего это важно понять чем мы сравниваем и вот я за что опять же возвращаюсь люблю внутри потому что если ты понимаешь с чем-то сравниваешь получается всегда у тебя есть цель какая-то для чего тебе надо быть лучше или хуже я недостаточно хорош для того чтобы что я недостаточно хорош по сравнению с кем чтобы быть там супер программистом или супер продакт менеджером или project а вот в моем окружении этих норей у всех поголовный синдром самозванца который скорее всего им навязан начальством чтобы платить им меньше зарплату да вот так вот я тоже так думаю ой простите это сказала счет простите меня начальники собственники компаний на мой взгляд если человек хочет стать супер программистом надо очень точно для себя определить чтобы что то есть как я пойму что я уже супер программист и есть я могу привести параллельные примеры своей жизни в какой-то момент у меня прям была истерика внутренней которая привела меня аж к температуре даже я не заболела мне надо было понять в обществе ли я человек в мае в июне двухтысячного года приезжал джудит де лазье это такой очень мощный тренер нлп по всему миру она привозила тренинг про творчество но если человек сидела в зале все писали кипятком я пыталась понять что со мной это ли лыжи не едут то ли я ебанутый ну смысле почему они все в восторге а мне вообще ничего из этого не интересно не кажется чем-то то ли со мной все плохо то ли наоборот для меня это настолько естественно я заболела это было очень для меня сильно и я поняла что нет и так дело не пойдет мне надо точно измерить как-то мое творчество мне нужен от мира ответ изнутри в том-то и дело я все время ору на всех площадках что никакой самооценки не существует потому что сам себя человек не оценивает здесь можно называть вещи своими именами если вы единственно на острове совершенно неважно какого ты размера не надо изнутри себя оценивать это всегда снаружи происходит если человек внутри он цел целостный там не надо оценивать ничего поэтому мне нужна была от мира обратная связь и я стала думать где я могу измерить творчество есть места где точно измеряют творчество снаружи ставят за него оценки вступительные экзамены творческих вузов то я поняла это и стала думать куда я могу попробоваться там же нужны какие-то я хотела на режиссерские нужны были уже готовые материалы должен действительно там буквально типа неделя осталось подачи документов не не успела вы это сделать о сценарный пожалуйста у меня есть куча написанных рассказов могу податься прям завтра что я и сделала я пошла подала туда документы издала стал сдавать творческие экзамены или крома оценки стали они естественно по вестибальность 7 измеримый показатель измеримы причем экспертами которых я считаю эксперт меня никто я считаю это очень важно если ты считаешь кого-то экспертом но у меня получилось в итоге очень смешно потому что я действительно я сдала все экзамены даже обычные потом сдавал это литературу который момент окончания школы восемьдесят девятом году 2000 буду очень много времени прошло там русский в общем что-то я сдала и даже поступила но не училась научилась один день это два не незачисленные было туда потому что параллельно там другая задача выполнилась я узнал что я беременна это был я очень этого хотела и выбрала второе потому что было одно время и ну и собственно цель то было проверить а не учиться вовсе не учиться сценарий потрясающая история вот смотри как это переносится на вашу компьютерную действительность очень просто определить для себя кто в твоей области референтные лица для тебя кто для тебя лидер мнение кому ты веришь начальнику верить нельзя точно никогда его задача платить тебе меньше мой друг друг программист так делал очень смешно его за это чуть не выгнали из компании потом он объяснил зачем он это делает он много лет подавал в это было еще в период такой стабильности где-то в году допустим в 2015 он во все ведущие программистские компании мира подавал заявку что он хочет туда идти работать и они ему вызвали тестовые задания после чего предлагали морфи на собеседование ходил ну онлайн это было на мировой и его и чары за этим значит заступили скрах ты гад такой ты что меняется а он как раз нет я к мне как раз очень все нравится мне я никуда не хочу уходить мне жутко скучно и мне надо понимать что я не теряю но смысле что я программирую не очень быстро устаревает все и я решаю мне очень интересно решать их олимпиадные условно вот эти задачки которые не предлагают на собеседнице предлагают что-то сделать мне ровно это интересно я вообще ни один оффер не рассматриваю даже не смотрю сколько они денег предлагают вообще не знаю об этом я и он действительно до сих пор в этой компании работает кайфованным там все ему нравится атмосферы классные ребят все а и чары поняли что чуваку скучно отправили его на курсы учиться на какие-то интересные потому что они поняли что угроза то есть все равно а вдруг он посмотрит а вдруг там будут цифры по симпатии даже наверняка то есть если ты сомневаешься в своей профессиональной компетенции найди экспертов сам себе организует какие-то соревнования нам где тебе дадут развернутую обратную связь и отлично вот тебе пожалуйста мнение потому что не бывает никакой объективной оценки почему я люблю опять же инженерное мышление потому что это вообще не какую-то философию что есть какие-то сверх люди которые никогда не ставят и все это фигня если есть пара олимпийцы уж простите меня это у которых нет рук и ног они там побеждают в хоккей блин играют но о чем мы говорим если человек что-то хочет все он может сделать если у него есть цель мотивация энергии на это и вот как раз в этот момент очень важно чтобы он сам все не говорил этого не достоин это потрясающе потому что как аналитика я не могу не сказать что только что ты дала инструмент излечение от синдрома самозванцы это инструмент метрики я просто люблю метрике вот измерь себя наконец просто объективная метрика да смотри сюда чтобы понять у кого больше на послужить линейку правда вопрос у кого больше я хочу немножко вернуться назад к твоему посту а вообще когда ты говорил про собеседование так подумал о то есть значит а женатые мужики в тиндере ну на сайте знакомств они просто иногда так делают они может быть просто пытаются понять насколько они хорошие насколько ликвидный актив нет не только они они пытаются живой насколько они ликвидный актив насколько жена значит за это время бомбим утопия как она до носит на этих всех кто знаешь вложения такие большие растет акции или не до этого ржу конечно я понимаю смотри вот если вернусь к тур на все то есть русском посту который это рассказал про мужчину все-таки как же мы не можем не поговорить про секс боже ну давай как это я никогда не спас мужчины на впрочем нет конечно спал вообще без секса то есть что считать за секс смотрите вообще нормально про таки что можно таких интервью помочь смотри вот про то что считать за секс я ты сейчас расскажу про то что у нас мы переписываемся на счет и всем остального и дает значит инструкции куда мне надо его сколько прийти и говорит чтоб мы по такому-то адресу такой-то этаж квартира так пишут многие операторы все-то лучше видеть и я начинаю понимать что в моей реальности достается какая-то очень веселая культура естественно это было просто опечатка собственно про секс вот ты пишешь но если прям буквально воспринимать этот пост то вроде бы как он про то что секс хорош терапии ну я там хорошая хорошая терапия плохой секс наоборот повод для терапии все нормально что вот этот мужчина мы с вами общались как ты пишешь на то есть вот был только только вот терапия была между вами я как бы тоже был такой опыт вот такой секс терапии и она действительно очень рабочая но секс без любви опустошает меня такой тоже и опыт есть когда ты теряешь чувство к человеку это очень болезненно с ним иметь физический контакт есть у тебя какое-то вот не за мнение может быть порассуждать как с этим быть что с одной стороны физический контакт лечит нас с другой стороны очень часто нас калечит как с этим управлять или такой рандом случайность спрос это очень сложный для меня вопрос потому что опять же он структурно какой-то для меня все в кучу смешано давай так значит я вот теперь я буду душить моя очередь давай пойдем программисты языком они кто-то значит к апостолу павлу приходит человек перед страшным судом тому я говорю слушайте мне вот час идти надо уже я умер ну в смысле все такие дела там под грехи сейчас мои взвешиваться секс без любви этого греха когда что вы привязали все к этому сексу все без любви грех вообще все вопрос не в сексе вопрос в самоуважении вопрос в самоудовлетворенности вопрос в контакте со своими чувствами вопрос в понимании чтобы что вопрос в энергетике то есть опять же есть там куча всяк вот тебя за спиной там чакры висят вот в этом тоже дело нельзя делать такие выводы ну нельзя ну просто но это не серьезно ты как аналитик ну как ну что это такое это будет как в анекдоте когда значит заяц женился на зайчихе у него здесь поросята он ее выгнул зайти поговорить погоревал немножко пошла мыши замуж за бобра они пожили немножко у них родились поросята он я тоже выбрал выгнул но она значит опять погоревала пошла вышла замуж за кого-нибудь там за какого-то енота на них опять родились поросята и у меня тоже выгнул тогда она решила что все мужчины свиньи ну это ну что за бред но не так это работает конечно же нет не все обобщение в области человеческой души абсолютно все обобщение абсолютно все не имеет никакого отношения к действительности это упрощение ну очень сильное упрощение как правило упрощение манипулятивное что значит монетируем манипулятивное упрощение это значит то с помощью чего можно регулировать чьё-то поведение чьё-то они и по дети не ходите туда там злой бабай ну окей значит вот ты регулируешь этом поведение детей но когда ты к себе ты относишься но подождите ну вообще не так все устроено вообще не там есть какой-то класс мужчин которым я не подхожу наверняка и это нормально я не буду за ними бегать со словами ну посмотрите на меня хорош ну пожалуйста ну пожалуйста можно знать и так много людей идет начать выклянчивать пожалуйста я понимаю что тебе не куда на проведи со мной собственно что со мной случилось выживать им было невыносимо уже совершенно история когда уже я себя поймала на том что я там выклянчивый пожалуйста там добавь но хотя бы на этой неделе там на час-треть минут отвратительно просто встали ты чё вообще что это очень происходит что это такое вообще фу я знаю это какая не ну естественно созависимости да и параллельно с вот эти одновременно с этими людьми с этим классом людей ведь я по папкам раскладываю который в общем но тебе как которым ты не нужна не ценно которым жалко на тебя времени денег там которые для тебя чего-то не делаю там параллельно с этим одновременно их целый кластер большой очень людей но ты туда просто не смотришь а эти люди они вообще наоборот ждут там стоят в очереди пожалуйста там и для тебя все что хочешь сделать и достаточно было просто из вот этого заширенного состояния развернуть сюда как господи какая прелесть то все со мной в порядке то есть я делала вывод на основании того что я вот эту обратную связь получаю что причем то человек может там словами говорит что ты самое лучшее самое лучшее что есть моя жизнь мне просто не до тебя немножко не сходится ведь это лучшее что есть моей жизни как не может быть не до тебя это странно правда как немножечко вот у меня ровно этот когнитивный диссонанс и взорвало меня как попкорн а тут оказалось что достаточно узкая человеку не то что он был совсем незнакомо это не так это не так но он достаточно буткой слушай вот такая вот ситуация из другого города тут же прилетел вообще отлично совершенно все было прекрасно и все оказалось что со мной все в порядке что я счастлива он счастлив абсолютно все счастливы и главное что что очень важно был никому не отчетки ничего друг друга не надо я не хочу за него замуж то в этом тоже следующий этап хорошо мы все теперь ты мой на мой да как в этом нет нет это важно понимать цель зачем чтобы что была ресторанная компания артеком тоже здесь в москве сеть ресторанов было гудман колбасок вот они там тоже был совершенно потрясающий собственник землю михаил который просто всех учил он сам учился с ними он когда мы там делали корпоративный университет сергей веревки мне на литвинова там возглавлял тогда и чар и там была потрясающая совершенно культура я тебе расскажу что там произошло там был момент такой когда значит это это там была главная компания управляющая компании сеть ресторанов по городу в управляющую компанию были вынесены то там маркетинг пиар ну а те соответственно юристы ну вот это все расслуживающее да и вот они значит в какой-то момент там совсем зазвездились там был момент такой что они по отношению к управляющему страну типа ничего там назначена 1 ну ничего да там подождут и в какой-то момент стало понятно что перекос случился и получился проект такой который назывался царьки go home я сейчас расскажу в чем он состоял когда официально на уровне записи в трудовой книжке на уровне документов управляющая компания была переименована в помогающую компанию управляющий по маркетингу стал помогающим по маркетингу с той же зарплаты с теми же совсем и часть народовского вы чё охренели что ли смысле не могли просто нейминг этот пережить ему потому что это же статус то какой то я управляющий а то я помогающий я снизу получаю кто сверху кто-то и отстались ровно те кто были помогающие в чем и была суть ты пишешь часто в своем блоге про контакт с телом да и я тоже очень люблю контакт с телом я не знаю как объяснить людям что это не ту вот ну как бы все связано вроде что это такое для тебя контакт с телом ну во первых тело это носок сначала мне книга роман самим собой тренинг зеркало это колоссальный инструмент по общению с миру куча датчиков который сообщает тебе очень много чего и важная информация из этих датчиков считывать ну люди от этого отмакиваются да а тело там при какой-то момент сжимается кто-то расширяется поворачивается охраняет границы замечает направление цели даете информацию мотивирует не мотивирует есть это все но убираешь это все равно что ты заклеил приборную панелью бумагой ты не видишь у тебя кончается бензин не кончается зачем мне эта информация действительно какая у меня скорость да какая разница почему мне столько штрафа пришло когда там тело храм духа и так далее просто если тело сдохнет и тоже сдохнешь вот в чем засада и от того в каком-то состоянии например сильно зависит гормональный фон и от этого сильно зависит качество принимаемых тобой решений твои настроение там качество жизни и надо понять ты этим управляешь или нет потому что многих тела относится знаешь как обслуги причем такого низкого качества который можно зарплату не платить рабы там кормить чем-то а у айтишников вообще это очень часто стоило чего еще и кормить надо че чипсов недостаточно но ты говоришь какие-то такие вот яркие физические ощущения вроде там заболел или там я хочу есть а бывает так что люди говорят я в курсе что хочу есть голова болит но контакт с телом все равно там нарушен то есть он не ощущает этот интересные реакции про выстраивание границ ну точно ну естественно потому что нас этому не учили но это возможно и вот на тренинге зеркала мы постоянно делаем то есть когда есть просто очень простая практика ощущение чувства мысли это как раз обычная связка нормально как проходит нервный импульс какие у тебя ощущения в теле прямо сейчас и когда у тебя такое ощущение то какая у тебя в этот момент эмоция и когда у тебя такая эмоция то какие у тебя мысли и ты можешь заметить что у тебя в теле одновременно куча разных ощущений но нас например учили тело замечать когда она болит на и когда спрашиваешь как ты себя что защищаешь теле у меня ничего не болит вот пиздец и поэтому теперь можно не ощущать ничего или оргазм или уже так скрутила что нужно на ноге интуиция или логика для тебя чтобы ты выбрала интуиция интуиция просто потому что у меня очень структурное внутри мышление язык описания хорош если есть язык описание это конечно интуиция тело или мозг мозг почему ну потому что с помощью мозга можно обращать внимание на тело научиться с ним выстраивать и считывать с него информацию на все равно принимать решение мозг важнее все таки ну да история кофе ли как не ну еще еще в этом мозг важнее я ржу последние две книги пелевина они прямо про вот эти банки там прям очень все про ржу конечно я его люблю виктор олегович прекрасен совершенно кофе или какого-то конечко книжка чем я кофейный маньяк и каждое мое утро начинает с кофе ну вот я могу тебе подарить волшебный кофе даже сделал такой свой волшебный кофе для волшебных ритуалов тоже кофейный маньяк красиво конечно потому что опять же просто сам процесс джазовая турка как хотите назовите это прям классная медитация да можете посмотреть другие интервью с татьяна если вдруг их не видели там он очень часто варят корр когда ко мне на кухню приходит всегда до чтобы ты пожелала нашей аудитории вот айтишникам которые тоже заинтересованы в психологии сейчас в эти непростые времена я бы пожелала вам увеличение емкости вот мы тут на съемках выяснили что есть разные карты памяти на 16 гигабайт есть на 64 там на 32 есть на шаги и дальше следующий 128 256 а дальше 512 а дальше терабайт да так вот интересно что свое собственное чувстве вещи по отношению к тому объем да который ты можешь воспринять от меры в мир выдать точно также можно градуировать сейчас оцените уровень своего чувствилища вот сколько у вас там карточка потому что когда у тебя 16 надо выгружать очень быстро и и может в любой момент закончится опачки а если ты можешь там 512 объем то ты можешь много-много в мир дать большие проекты можешь ворочить и много воспринять много прожить много любви много страсти много творчества поэтому я бы пожелала увеличивать собственно говоря вот эту собственную мощность во первых не у нее не мощность это называется размер на емкость как раз емкость размер имеет значение а второе это тоже мне очень нравится такая айтишная штука шутка у нас нашей компании есть на что еще тренинг компании у нас было один прекрасный тоже айтишник на тренинге который в какой-то момент там что-то происходит на тренинге так отменить сохранить как много что-то делать ну как вот что там кто-то говорит ну все теперь вот все будет плохо отменить а вот типа вот и вот и вот типа офигенный опыт сохранить это очень крутая фишка по управлению реальностью случилось с тобой что-то хорошее сохранить настройки этой реальности чуть херня как раз отменить но не такой нет предыдущей версии пожалуйста обновляйте пожалуйста свою пылает вполне себе ваших силах кто чистит куки по утрам тот поступает буду спасибо в общем и собственные даты внутренней психологически в нлп моем любимом есть понятие что такой ресурс вот ресурс это никогда все-таки нет ресурс это когда у тебя есть выбор из трех вариантов и больше когда я свободу контакте с реальностью когда я в контакте с реальностью и у меня есть варианты действий а как раз не ресурсу торговым травмами только такой вариант и больше не кликнет все а когда ты возвращаешь чеку способность принимать решения и вернуть это себе вот тогда ты в ресурсе но тысяча наша очень часто под конец рассказывай про опыт корпоративный говорил классно основатель у меня такое же ощущение что как будто основатели свое днк потом распространяю новому не культуру есть есть и такое например в организационном консалтинге одно направление есть где говорят что вообще компания эта проекция ее основателя ее собственника собственно она показывает ему его портрет да ну да но опять же так наверное не везде потому что больших компаниях там уже вообще неизвестно кто основать да там уже слишком много в тех где где основатель присутствует в качестве пр а да в качестве там собственник он же директором то есть от него что-то зависит да конечно тут тоже предпринимать я тоже предпринимать как тебе вот твоя команда компания той команда что на тебе интересного тебе на смотри моя компания называется та еще тренинговая компания сказали что мы те еще нам не надо подходить со стандартной линейкой мы мы другие мы неформальные нормально имораз imported самак мы делаем на коленочные марафоны нас обвинили у вас марафон там на коленочно будет точно спасибо что вы нам подарили мут вам деньги обратного мне нравится но спасибо что вы нам подарили на имекст нас на коленочные марафоны зато они живые они в моменте они не нет фотош frankly на и мы за жизнь это отдельная история потому что я никогда не хотела никаких компаний она мне завела случайно просто они сами вокруг меня выросли и сказать что мы хотим с тобой вместе что-то делать пришел максим дранко тот еще директором был сейчас уже тут еще директор стал миша галошин да тогда был макс который сказал вот я хочу организовывать летят рангер я не хочу да нет давай и мы стали вот так вот вместе расти продолжаем расти я еще пока себя не осознаю как собственника компании но честно потому что пока что я сейчас осознаюсь я добывающим подразделением потому что все очень много нам не завязано уже слава богу стали появляться какие-то продукты там тренинги не завязаны на меня это большая радость вот я знаю что у меня сейчас моя команда они сейчас в новосибирске они там сейчас проводили макс дранко и наташи михайлов проводили там тренинг зеркало и катя вот и они без меня это для меня большое счастье что я могла вот моментом заниматься своими делами репетировали мы с группой какая при песне пели они там велитая я много чушь и галда пишу песни пою да да слушай это очень круто я тебя в каком смысле завидую что у тебя есть но я тебя завидовали ребята мне потрясающие ты понимаешь ребята они мы все говорим на одном языке то есть в нашу компанию на распи что такие классные мы тоже хотим с вами работать так невозможно в нашу компанию попасть у нас вообще нет никаких нигде вакансий у нас и компании то нет это сообщество предпринимателей нам и так назывались что мы компания так то в общем на все и пешники но а у нас есть общие ценности у нас есть общие интересы у нас есть общие задачи и очень четкие язык описание общего нас невозможно быть членом нашей команды и не пройти тренинг зеркала вывод правильно потому что мы все на этом языке говорим так живем да и это важно есть разные мнения из разных сторон что институт семьи в мире как бы неожиданный переход до разрушается но даже все уже стали жить на работе ты имеешь в виду не я ну пора почему же компания семейного типа там семья на работе право как меньше больше времени чего вот на работе на плюс у нас процент разводов такой шесть процентов что как бы там даже 70 уже ну короче сейчас уже скорее всего все все уже разведены и там по немного раз и вроде как мы ищем новую общину ну вот общество ну ищет какие-то новые выбранные семьи да 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 поинтересно сейчас слушаю мне звучит так как будто бы вот та еще компания то вот такая семья то не или как ой господи какой ужасно нет слава богу то не есть семья помимо компании нет так не надо ну как мол того смотри это кстати очень опасно потому что тогда реальные семьи начинают стучать кулаком по столу подождите минуточку нам так не нравится и я как раз настаиваю чтобы у всех кто у нас есть вы были свои интересы свои семьи чтобы не все время не дай бог проводили вместе нет 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 не надо абсолютно и мне важно что у меня есть тоже время свободное у меня есть своя прекрасная семья вот и и нет и мало того эта семья требует иногда у меня дети например завели такое правило что мы по понедельникам нас семейный вечером они у меня отбирают телефоны мы занимаемся только тем что мы вот вместе ужинаем смотрим кино и никакого телефона это прям важно и никаких дел может быть на семье и вообще понедельник мне шаббат понедельник вот потому что прямо такой выход но совершенно точно что человек существу общинная ему очень важно стайная им очень важно найти своих ощущениям что ты среди своих она очень сильно сразу человек расслабляется слава богу можно защищаться и вот действительно для кого-то компания становится местным для кого-то там сообщество танцоров сальсы для кого-то там ты вот любишь их стать их данных явно нам кто-то ходит на психотерапевтические группы и на тренинги на длительные кто-то бегает марафоны или там айронмен важно что вот сейчас гораздо проще стало найти своих вокруг какой-то идеи на ценности общего а раньше это было очень сложно в мое время например это было сложно потому что все дружили либо полиции реальному признаку либо вместе в школу кое-что на тренировку ну и все собственно чего не было никаких ведь не чат ничего я же еще из я горжусь я же фидошник не ошибки то еще и как же я еще до эпоха что кофе дома еще не говоришь ты не знаешь такой фидот не вот она преимущество возраста ребята не 50 лет кстати и вдруг вы не знаете значит до того как возник интернет деточка хочется начать обещать до того было до поставщик было время когда не было интернет до того как был был такой период когда интернета еще не было а форумы и личные переписки уже были потому что прекрасные айтишники по всему миру такое сделали нелегальную сеть фида и они по своим каналам а жиды фида не удафи да да фид можете погуглить очень интересно вот я была 410 22 это те кто знает это круто значит как там подключались по модему люди через телефонные линии подключали но да и то есть держатели но но да это были ребята которые работали чаще всего банка и какие-то в которых имели доступ к этому использовать корпоративный интернет в личных целях вот да но в чем была прелесть фида что там были очень жесткие правила и там была модерация и там если человек нарушу правят и сейчас его выгнали из сообщества по другим ником зашел а там ты не мог найти по другим ником номер телефону тебя тот же самый сети отрезана я физически отрезали все поэтому это была очень крутая дисциплинирующая штука когда уважать правила сообщества было важно и все умели это делаясь там никакой рекламы так никакой рекламы там не употреблять какую-то лексику так значимыми это прям было здорово там был с плюсометом как они не ходил модератор который три плюса и до свидания как один плюс предупреждение 2 это очень логичная структура очень классная я я счастлива что мне это досталось потому что мы тогда как раз в ру психология там была руина упи мы организовали потом уже в общем это прям был отдельный мир но это был первый опыт сообщества на уровне переписки я думаю что я напишу таки книжку сейчас про онлайн общение про переписку всякую разную про ватуальные романы и не только и вот это оттуда брал первый раз люди вдруг попали в мире газеты из рук в и понимаешь а тут вдруг попали куда-то где можно с живыми людьми разговаривать на какие-то близкие темы дискутировать объединяться там ездить друг другу в гости даже у нас там были поинтовки так называемый когда мы там все собирались в москве живьем тогда нельзя было фотографию послать то есть и переписываешь и человеком ты не знаешь как он выглядит вау да слепые свидания как будто и это было очень интересно конечно был такой совершенно другой мир но вот это вот желание найти своих она конечно вот она зачем чем дальше тем ближе чем ближе в то время когда вообще не нужно там делать вид что ты зачем-то другим все ты можешь найти своих по духу по ценностям по образу жизни по каким-то увлечениям это сейчас очень легко все это правда тут я сделал маленькую рекламу мы как раз и даем сообщество для своих которые бывают эти хакс да для айтишников технарей которые как бы вот хотят и кстати к танцевать и психологии интересуются приходите к нам у вас обнимем поцелуем хотя бы виртуально вот хочу тебя тоже обнять если че виртуально нет спасибо спасибо ты очень мальчик я буду придумать что же мне с этим делать если мне девушка признает что я лучше в ее жизни черт это пусть мужчина думает что с этим делать да действительно вот твой мужчина думает что с этим делать все спасибо мальчик